Мы заблокировали одну ветку, которая лилась с нашей территории в сторону Луганска. В ней ежедневно проходило 7 до 12 эшелонов с разными угрозами, которые практически бесконтрольно со стороны Украины и в сторону Украины продвигались из оккупированной территории. Мы не останавливаем поезда с товарами. Мы остановили один поезд, в котором были пустые вагоны. Он сейчас стоит у нас на блокпосту. Тем самым мы этим поездом перекрыли все движение. И те поезда, которые ходили здесь, они сейчас никуда не идут. Они находятся на узловых станциях или ведут по другим веткам. Поэтому мы сейчас увеличиваем количество людей, которые принимают участие в блокаде, для того, чтобы закрыть и другие пути движения этих товаров. Местное население, служба безопасности Украины, полиция, национальная гвардия, вооруженные силы на уровне взводов, рот, батальонов с пониманием относятся и поддерживают нас в этом деле. На сегодня появилась интересная информация от волонтеров о том, что через блокпосты в нашу сторону двигаются автобусы с призначенцами, со счетами и с чем-то еще. Но я, честно говоря, конечно, готов к тому развитию события. Это было бы самое глупое, что наше правительство могло бы в данной ситуации предпринять, использовать спецподразделения против ветеранов русско-украинской освободительной войны, которые требуют прекращения поставок на оккупированную территорию. Регулярно к нам приезжают сюда люди. Значит, вот сегодня приехало три человека, а за тража, да, еще десять человек. Значит, приезжают ребята из Мариуполя. Акция не носит политического характера. Народные депутаты осуществляют контроль за законностью действия блокирующих, а также контролируют действия органов власти по заявлению штаба блокады по поводу наличия признаков государственной измены. КОНЕЦ